МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Золотой дубль. Футболисты из города Хасавюрт досрочно оформили победу в чемпионате Дагестана. Временно исполняющий обязанности министра туризма Дагестана Расул Ибрагимов задержан. Об этом сообщает Следственный комитет республики. Он обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года Расул Ибрагимов, будучи тогда еще министром труда Дагестана, создал преступное сообщество. Основной целью было хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан. Деньги, по данным Следкома, похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным. Ибрагимов, как сообщает Следком, совместно с руководителями и участниками преступного сообщества путем обмана похитили средства на сумму свыше 620 млн. рублей. На страже земли. В Махачкале активизировалась борьба с незаконным строительством. С начала года уже шесть объектов прокуратура города признала самобольными постройками. Чем чревато для застройщиков пренебрежение законом и как обычным жителям не попасть на удочку мошенников, узнавала Патима Тханапова. Они приходили строить, чернику пригоняли, но ютубы ходили как-то, не давали, как-то отстояли, не знаю как. Именно благодаря неравнодушию местных жителей здесь теперь не стоит многоэтажное здание. Горожане сообщили в соответствующей структуре о незаконных работах, проводимых на участке. Проверка подтвердила, строительство жилого дома здесь не предусмотрено. Правда, застройщики уже успели вырыть котлован. Теперь задача власти – заставить владельца земли засыпать яму. Засыпка этих котлованов – это затратная процедура, в связи с чем мы будем добиваться того, чтобы собственники этих земельных участков, на которых без разрешительных документов вырыт котлованы, чтобы они за счет собственных средств привели в первознанное состояние свои земельные участки. Это очень опасно для наших внуков, для детей, для всех. Несколько раз детей маленьких оттуда проходило спитаскивать. Здесь сколько заразы, тут может быть еще. Слышите, да? Тем временем представитель прокуратуры призывают людей следовать примеру жильцов улицы Чайковского, вас своевременно сообщать в ответственные ведомства, если вы стали очевидцем о фактах незаконного строительства. При виде, что ведется где-то незаконное строительство по каким-то объектам, просим обращаться в прокуратуру города Махачкала и в администрацию города для реагирования своевременно. Потому что если в свое время мы не отреагировали, то начинается поднятие одного или второго этажа, а впоследствии будет очень сложно приостановить строительство. Кроме того, власти давно создали механизмы для защиты местных жителей от недобросовестных застройщиков. Сейчас законность возводимого объекта можно проверить легко. Для этого достаточно обратиться в Управление архитектуры и градостроительства города Махачкалы или в Министерство строительства республики. Чтобы избежать вложения средств в данный объект и потери денег в последующем, мы просим жителей города обращаться в соответствующие органы, чтобы им дали разъяснение, на основании законных документов строится многоквартирный дом или нет. Потому что наши жители часто бывают введены в заблуждение, что якобы имеется разрешительная документация. В последующем эти объекты подаются на снос и появляются проблемы у наших жителей. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. С центральных улиц Махачкалы демонтировали незаконные пристройки. Специалисты столичной мэрии произвели демонтаж незаконно возведенной пристройки к увеселительному заведению по проспекту Расула Гамзатова. Ранее жильцы близлежащих домов обратились к Сергею Меликову с просьбой проверить наличие правоустанавливающих документов у владельца объекта и разрешение на ведение развлекательной деятельности. Выяснилось, что земельный участок находится в собственности у владельца, а здание было возведено согласно разрешению на строительство, выданному более 15 лет назад. Однако муниципальная земля была незаконно застроена двухэтажной входной группой. В связи с этим специалисты произвели демонтаж с последующей компенсацией расходов за счет отведчика. Также в столице продолжаются мероприятия по высвобождению тротуаров от незаконных построек. В скором времени планируется провести масштабную работу на центральных улицах города, где они застраивались и захватывались на протяжении многих лет. Муфтия Дагестана обратился к предпринимателям с просьбой не завышать цены на продукты питания в период месяца Рамадан. Мы с вами находимся на пороге священного месяца Рамадан. В это благословенное время у каждого из нас есть возможность очиститься от всех низменных качеств. К сожалению, почти каждый год в дни Рамадана и преддверии праздничных дней мы наблюдаем массовое завышение цен на некоторые продуктовые и другие товары. В связи с этим Муфтия Дагестана призывает всех предпринимателей быть справедливыми и не завышать цены на продовольствие. Все мы знаем, дорогие братья и сестры, какое время по воле Всевышнего нам удалось пережить. В связи с этим просьба ко всем, кто имеет отношение к продаже продуктовых товаров, учитывать возможность населения. Ведь если мы будем проявлять милость друг другу, Всевышний Аллах будет милостив и к нам. В хадисе послания к Аллаху, алейхи саляту вассалям, переданном имамом Бухари, рахима Аллах, говорится, да простит Всевышний Аллах грехи того, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал, когда покупал и когда требовал свой долг. Месяц Рамадан – это месяц, в котором за все благодеяния обещано многократное вознаграждение. Так давайте же не упустим свой шанс. Да примет Всевышний Аллах все наши благие дела и воздаст за них в многократном размере. Более 870 миллионов рублей впервые выделят малообеспеченным семьям в Дагестане. По словам Министерства труда, помощь будет оказана тем людям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Уже сейчас в Управлениях соцзащиты населения формируются списки малоимущих семей, которые будут включены в проект. Крупы, масло, чай и макаронные изделия. Более 200 продуктовых наборов с товарами первой необходимости. Раздают их здесь, в Дербенте, малоимущим семьям. Подобные акции проводятся социальными работниками на постоянной основе с участием меценатов. По поручению министра труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Мужаевна малоимущим семьям, инвалидам, нуждающимся многодетным, раздаем продуктовые наборы, спонсорскую помощь. Насрула участник чеченских событий. В молодом возрасте стал инвалидом первой группы. В связи с этим мужчине сложно содержать семью. По его словам, такая забота со стороны соцработников помогает верить в добро. Я очень благодарен, что социальные работники навещают меня. Я благодарю очень, что они большую работу делают, что таких, как мы, не бросают, все нам время уделяют. Такая помощь является не последней. По словам работников Минтруда, поддерживать нуждающихся они будут и после месяца Рамадан. В Махачкале состоялась презентация книги о выдающейся личности времен имама Шамиля Мухаммада Тахира Аль-Карахи. Авторы книг попытались раскрыть и предоставить читателям на русском языке историю жизни и творчества великого ученого и историка. В мероприятии приняли участие представители власти, общественности и религиозные деятели. Книга, по словам авторов, будет интересна широкому кругу читателей. Мы намерены продолжить работу. В будущем у нас есть конкретные цели и задачи. Творчество Мухаммада Тахира Аль-Карахи должно занять достойное место в духовной культуре Дагестана. В Дагестане 10 апреля пройдет тотальный диктант. Принять участие в международной акции может любой желающий. Жители республики смогут проверить свои знания в национальной библиотеке, на филологическом факультете ДГУ или в педагогическом университете. И к новостям спорта. Золотой дубль. Футболисты спортшколы имени Умаханова – триумфаторы Лиги НФЛ. Эту победу хасавертовцы оформили за тур до окончания чемпионата Дагестана. Напомним, что две недели назад именно эта же команда увела с собой Кубок НФЛ. Тему продолжит Курбан Ракимов. В предвкушении потеряет ручки. Радуясь! И это гол! С углового! Этот гол, пропущенный в середине первого тайма, только завел футболистов из Хасавюрта. В центральном матче 16-го тура НФЛ в спортшколе имени Умаханова противостоял Капитал Инвест. На мяч, забитый Рустамом Магомедовым, игроки в красной форме ответили в конце стартовой 25-ти минутки. Муслим Абдурахманов переправил снаряд после подачи саута. Встреча соседей по турнирной таблице была призвана определить чемпиона Дагестана в формате 8 на 8. К началу игры обе команды имели в активе по 36 очков. В этом сезоне хасавюртовцы забили больше голов, поэтому их устраивала даже ничья. Хасавюр! Хасавюр! Однако в таком матче делить очки никто не намерен. Несмотря на сильный ветер, в решающей игре футболисты показали высокий уровень самоотдачи. Проявив волевые качества, спортшкола Умаханова сумела выйти вперед, а затем и поставить точку в матче. Вопросы о победителе были сняты за 10 минут до конца встречи. Шорнин и Шамиля Умаханова являются дебютантом в национальной футбольной лиге. Поэтому не сказать, что это для нас сюрприз, потому что они, переходя в наш турнир, являлись одним из фаворитов. Что касается команды Capital Invest, Monolith 05, Olimp, это те команды, которые в прошлом году тоже были на первых и вторых строчках. И Шорнин оказал такую серьезную конкуренцию. И не сказать бы, что это было сюрпризом. Выиграв у главных конкурентов в борьбе за первое место, спортшкола Умаханова сумела оформить золотой дубль. Две недели назад футболисты из Хасаверта увезли домой кубок НФЛ. Мы часто только заявились, что первый год участвуем. Хотя на большом футболе, 11 на 11, мы постоянно находимся в лидирующих позициях. И здесь тоже, конечно, хотели так как можно удачнее выступить. Но так получилось, что мы и кубок, и чемпионат выиграли, значит мы и здесь удачно выступим. Удержать титул всегда сложнее, чем его завоевать. Это правило хорошо знакомо хасавертовцам, поэтому настрой на следующий сезон будет запредельным. Победа в регулярном чемпионате позволит команде в сентябре отправиться на всероссийские соревнования. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Боец Раймонд Магомедолеев одержал третью победу в Лиге 1Ф7. На турнире в Сингапуре средний вес из Махачкалы был сильнее американца Тайлера Магуайра. Дагестанский спортсмен выглядел предпочтительно на протяжении трех раундов. По итогам 15 минут поединка судьи единогласно признали его победителем. Для Магомедолеева это уже восьмой в карьере успешный поединок. Теперь он стал основным претендентом на титульный поединок в сильнейшем промоушене Азии.